Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Религия является важной частью в жизни общества. На территории нашей области на сегодняшний день существует 71 религиозных объединений, представляющих 9 конфессий. Теперь, что касается создания управления по делам религии во всех областях нашей республики. В 2011 году были созданы департаменты во всех областях, в 2013 году были созданы управления по делам религии во всех областях. Теперь, что касается вообще создания данных государственных органов. Это означает, что религия все-таки играет важную роль. Кроме того, сейчас мы знаем, что религия, с одной стороны, это вера человека, с другой стороны, это, конечно, государственная безопасность. То, что творится в мире сегодня, это касается, конечно, тоже религии. Поэтому главная цель создания данных государственных органов, это, конечно, регулирование религиозных отношений, разъяснение религиозных законодательств и так далее. В этом плане, конечно, эти госорганы работают и в будущем будут работать во благо государства. Сейчас вы рассказали, что существует несколько конфессий. Все-таки основные конфессии, которым принадлежат эти религиозные объединения, я так понял, эти конфессии официально признаны очень нормальными и недеструктивными. То есть давайте сначала о тех, которые официально зарегистрированы. Как я говорил, на территории нашей области существует 71 религиозных объединений, представляющих 9 конфессий. Из них 43 религиозных объединений представляют ислам, 16 представляют христианство, то есть православную ветвь, 10 представляют протестантизм, одно религиозное объединение представляет католицизм и, конечно, одно религиозное объединение — это буддизм. Теперь, чем же отличаются религиозные палитры в нашей области по сравнению с другими областями? На территории нашей области существует три мировых религии — это ислам, христианство, буддизм. А буддизм в данное время работает только на территории нашей области и в Алматинской области. Этими отличается религиозная палитра в нашей области. То есть в некоторых областях даже нет такого течения? В некоторых областях нет такой мировой религии, как буддизм, то есть представителей. Мы знаем, что в мире есть три мировых религии. Первый — это буддизм, второй — христианство, третий — это ислам. Три мировых религии. Остальные идут как национальные религии и так далее. То есть в науке делится категория религий. Вы не зря сказали, что религиозный вопрос остается одним из самых важных и в то же время сложных для государства. Все мы видим, что сейчас происходит в мире. Многие финансовые проблемы, многие политические проблемы в той или иной мере связаны с религиозными деструктивными течениями. Скажите, представляют ли они угрозу нашей безопасности и как вы с этим все-таки боретесь? Теперь, что касается религий. В науке религии делятся на традиционные и нетрадиционные. Допустим, традиционные религии — те, которые находятся испокон веков, допустим, на территории данного государства. У нас есть закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, который был принят в 2011 году. В преамбуле этого закона конкретно написано, что народ Казахстана признает историческую роль ислама с унитского направления и христианства православного толка. Есть еще нетрадиционные. Это тоже делит наука. Это те религии, которые уже появились попозже. Это в 90-е годы. Теперь есть, конечно, третья категория. Это деструктивные религиозные организации. По-другому, допустим, представители СМИ называют сектами. Но надо отметить, что слово «секта», термин «секта» не применяется в законодательстве Республики Казахстан. Поэтому правильно будет назвать деструктивные религиозные организации. Теперь, какую опасность представляет данная организация? Первое — это деструктивная религиозная организация представляет опасность на уровне личности. То есть от действий данных организации пострадает человек. То есть оказывается психическое и физическое давление. Деструктивные религиозные организации опасны на уровне семьи. Зачастую оказываются разрушенные семьи. В-третьих, деструктивные религиозные организации опасны на уровне государства. Потому что они представляют как бы государство в государстве. То есть у них есть свои законы и так далее. И они отказываются выполнять законы государства? Есть деструктивные религиозные организации, которые, допустим, отказываются. Допустим, не хотят служить в рядах вооруженных сил, отказываются от переливания крови и так далее. Хорошо, давайте продолжим тему деструктивных течений чуть позже. У нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем, что волнует наших телезрителей. Говорите вы в прямом эфире на чистоту. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, задавайте свои вопросы. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот у меня внучатый дядь с 11-го года... Здравствуйте. Да-да, пожалуйста, вас слышите. У меня внучатый дядь с 11-го года вот ушел в какую-то религию. Да. Да, пожалуйста, мы вас слышим. Скажите, чем отличается его поведение? Бросил, в общем, мою внучку с ребенком. Ребенка скоро уже 4 года. Вот, и что я хотела сказать. Он какой-то странный. Он носит короткие брюки, отпустил бороду, замкнутый. Я его раза два за эти 3 года видела. И ваш вопрос? И мне вопрос. Вот как быть с такой молодежью? Так они друг друга любили. А потом раз вот так вот он пришел и сказал ей, ты должна в мою веру войти. Да, как раз то, о чем вы говорили, разрушение семейных ценностей. Почему это происходит? Вроде бы религия, которая призывает любви ближнего, и тут совершенно другие ценности. Как я говорил, есть деструктивные религиозные организации, да? Мы уже... Я только что говорил признаки, и тут результаты уже. Теперь, что касается вот данного человека, который позвонил нам, семья этого человека, родственники могут обратиться. У нас есть центр изучения проблем религий. То есть там есть определенные теологи, которые закончили университет, специалисты-теологи, которые разбираются. Теперь вот женщина рассказала нам свою историю. Я, допустим, могу предположить несколько деструктивных организаций. Это может быть, допустим, Аль-Каида, это может быть таблики Жамагат. То есть данные признаки очень схожи. Стоит ли бить на БАТ и принимать какие-то меры, или все оставить как есть? Нет. Они могут обратиться к нам. То есть, во-первых, есть горячая линия, 114 может позвонить и просить помощи. Во-вторых, есть центр изучения проблем религии. Они находятся по адресу город Уральск, улица Мухита, 45, дроп 1. То есть, может к нам прийти, допустим, мы можем посмотреть, допустим, какие книги читают, поговорить с родственниками. Если они захотят, мы можем встретиться, объяснить им нормальную религию. То есть, надежда, конечно, есть. Поэтому в данном направлении стоит работать. Но, как мы представители государственного органа, мы сами не можем пойти и вмешиваться. То есть, родственники, представители этого человека должны... Ну да, каждый человек имеет право на свободу вероисповедания. Конечно. Они, допустим, если мы сами пойдем, вот этот человек может подать в суд на нас за то, что мы вмешиваемся в личную жизнь человека. А если они обратятся, мы можем помочь. Кроме того, есть центр ЖАИК по оказанию помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. Там есть тоже психолог, теолог и так далее. То есть, в продолжности много. Удавалось ли людей вернуть к нормальной жизни? И как это происходило? Легко или просто? Ну, конечно, вот люди тоже делятся. Есть люди, которые, допустим, только-только начали. Мы им объясняем традиционную религию, нормальную религию. И они многие понимают. Они понимают. И что интересно, многие из них не имеют теологического образования. То есть, только-только начали читать там намаз, там молитву и так далее. И они в основном сидят в интернете, слушают там онлайн шейхов, сами не понимают. То есть, в интернете это разное? Конечно. В основном, как показывает практика социсследования, в основном уходят из-за интернета. Хорошо, у нас есть еще телефонный звоночек. Давайте послушаем, что волнует наш телезритель. Говорите, вы в прямом эфире программы на частоту. Да, задавайте свой вопрос, мы вас слышим. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос. Я сейчас в положении, раз пошла в больницу, пришел мужчина с девушкой, в обченном одеянии. Дети все пугаются, начинают плакать. Вообще, даже взрослым людям жутко от этого по городу ходят. Разве мы, например, казахи, у нас такое, где видно, чтобы так ходили? Почему правительство, органы какие-то на это не закрывают глаза? Спасибо. Стоит ли закрывать глаза? И как вы относитесь к тому, что все-таки молодые люди и взрослые уже начинают вызывающе в этой одежде ходить? Государственные учреждения показывают себя. Нужно ли это? Это, конечно, часто задаваемый, наболевший вопрос. Теперь надо обратить и на другую сторону медали. У нас демократическое государство. То есть, допустим, мы говорим, носит бороду, да? Опять возьмем, допустим, православную церковь. Архиепископ, епископ тоже носит бороду. Если посмотреть сравнительно. Допустим, мусульмане, женщины, носят хиджаб. Монахи, допустим, тоже носят свое одеяние. Поэтому здесь именно касается идеологии человека, понимания, сознания человека. Мы вот это должны помнить. Допустим, если человек ходит на улице в шортах, в купальниках, мы же не наказываем их, правильно? То же самое, они имеют право одеваться, да? Но согласно закону мы имеем право, допустим, привлечь их к ответственности. Если, допустим, они совершают религиозный экстремизм или терроризм, то есть, есть определенные статьи. Поэтому по этим статьям мы можем осудить таких людей. А за то, что они одели, теперь с точки зрения теологии, да? Что нам говорит вообще религия? Традиционные религии, конечно, не поддерживают такой случай. Допустим, мы знаем, я с вами историк, допустим, по истории знаем, что наши бабушки, женщины, одели, допустим, кимишек, урамал, то есть, платок. То есть, традиции у нас есть, но цвета были другие. Но тех черных цветов не было. Вот это уже черный цвет. Это уже конкретно касается, допустим, религии, допустим, самих арабов. Поэтому культурологи, ученые часто спорят по этому поводу. Лицо, согласно традиционному исламу, шариату, допустим, не обязательно прикрывать лицо. Но с точки зрения закона мы не имеем права, допустим, подойти к этой женщине и сказать, вы снимите вот этот платок. Мы не имеем. Мы им просто объясняем. Хорошо, что наша страна настолько толерантная, и мы все-таки относимся с уважением к проявлениям любым религиозным. У нас есть еще телефонный звоночек. Давайте послушаем наших телезрителей. Говорите, вы в эфире задавайте вопросы. Да-да, пожалуйста. А вот. Да, мы вас слышим. Алло, я хотел бы сказать... Я бы хотел сказать насчет... Я бы хотел сказать насчет того, что... Только что вопрос был насчет этого, говорят, что и епископы носят бороду. Причем ты епископы, сейчас молодежь пошла, 16-17 лет, бороду носят. Это же неправильно. Это вы выразили мнение или задали свой вопрос? Наверное, все-таки мнение. Ну, они все пошли так, религиозно слишком зашло до такой степени, что они даже не думают о том, что куда идут. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Конечно, это понятно, я думаю. Я и говорю, это наболевший вопрос. Теперь вообще вот на уровне законодательства решается все, да? На территории нашей республики есть запрещенные организации. На сегодня насчитывается 21. То есть, в основном, это касается идеологий. Те, кто, допустим, уходит воевать, те, кто совершает теракты и так далее. Теперь, что касается конкретного человека, который выразил свое мнение. Я хочу обратить внимание, что мы должны бороться вместе. У нас такая тенденция идет. Молодое поколение, они верующие, а есть у нас старшее поколение, которое, допустим, звонит нам. Теперь старшее поколение, в основном, это у нас идут как атеисты, как представители, допустим, советские времена. Они тоже не виноваты. Но в то же время, допустим, возьмем опыт Южного Казахстана. Почему там деструктивных организаций очень мало? Потому что там хорошо развит институт Аксакалов, институт старейшин. То есть, каждый, допустим, Аксакал отвечает, допустим, за своих детей. Они учат правильные религии. Поэтому у нас намечается такая тенденция, мы обвиняем друг друга. То есть, я думаю, мы ждем, конечно, от наших старейшин, от наших, допустим, представителей взрослого поколения поддержки. Ну, знаете, вот такая не... Люди как бы не хотят мириться с этим, это меня радует, потому что люди выражают свое мнение. И это очень хорошо. То есть, люди не безразлично к этому относятся, а все-таки выражают свое мнение. И когда-нибудь общество само выработает свои принципы, и люди будут знать, где стоит ходить небритым, где стоит одевать хиджаб, а где все-таки стоит одеть цивильную одежду и явиться, как все, например, на медицинский прием. Я думаю, так будет правильнее. У нас есть еще телефонный звоночек. Давайте послушаем наших телезрителей. Пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос с гостью. Вот, допустим, в мечеть в пятницу уходим, братья-мусульмане приходят в спортивных одеждах. Неужели вот это нельзя вот до них довести, что вот даже в ночных клубах, в каких-то там офисах, запрещают же заходить, правильно, в спортивной форме? Конечно. А почему вот это, как бы, искоренить, поставить такой крест, чтобы вот не ходили в спортивных формах? Ну, тоже мы говорим о культуре общественной, я думаю. Конечно, вопрос тоже понятен. Почему? Поэтому этим конкретно занимается духовное управление мусульман Казахстана, да? У нас вкратце называем ДУМК. Если вы смотрите новости, недавно они тоже разработали свое положение, то есть это в основном этикет, допустим, мул, имамов и вообще верующих. Это остается на уровне положений. По закону, конечно, государство отделено от религий, да? То есть государство не может идти туда и сказать, вот, оденьтесь вот так и так далее. То есть в основном работает духовное управление мусульман Казахстана. Вот ваши предложения мы, конечно, отправили и в будущем отправлять духовное управление мусульман Казахстана, потому что именно ДУМК представляет, допустим, мусульман Казахстана. Это, конечно, идет как религиозное объединение. Вы знаете, я знаю, что есть такие традиции, например, православие ходит по воскресеньям церкви, одевают свои самые чистые одежды, люди моются и идут в храм. Также, я думаю, должно быть и в мечеть. Люди должны одевать свои самые лучшие одежды, потому что здесь они общаются с Богом, говорят свои заветные мысли. И я думаю, что это от культуры все-таки зависит, а не от каких-то запретов или любых других норм, которые внедряются извне. Давайте продолжим. Вы сказали, что есть запрещенные секты, которые вы стараетесь называть течением. И вот буквально в одном из средств массовой информации даже сегодня было написано о псевдорелигиозном движении «Аля Аят». Что вам о нем известно и насколько широко развита сеть вот этой секты? Теперь, что касается запрещенных организаций. Есть 19 международных организаций, которые запрещены на территории нашей республики. Есть два оккультно-мистических организации. Это «Аля Аят» и вторая организация — это «Атажола». Это конкретно по становлению суда, допустим, запрещены их деятельности. Теперь, что касается «Аля Аят». Мы тоже читали статью, которая была опубликована. Мы совместно работаем автором этой статьи. То есть, если вы посмотрели, там идут наши тоже рекомендации, мы рассказываем. Теперь они конкретно отвечают по закону. Есть, вы знаете, кодекс, мы по-другому назовем административный. То есть, если ты запрещен, ты не должен проводить никакую деятельность? Да. Есть административный кодекс. Там есть такая статья 475. То есть, это первый пункт — это руководство запрещенной организации, участие и финансирование. То есть, здесь уже идет штраф в размере от 50 до 200 МРП. То есть, данной проблемой занимаются представители управления по делам религии и представители правоохранительных органов. Хорошо, спасибо за ваш комментарий. У нас есть еще телефонный звоночек. Давайте послушаем, что волнует наших телезрителей говорить на частоту, задавать свои вопросы. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я тоже хотел бы войти в этот ваш разговор. Вот вы говорите про течение, которое входит, когда старчат и завоюют вот это умами молодых людей. Из-за чего, я думаю, это происходит? Из-за того, что государство не уделяет внимания своим людям молодым, которые действительно будущие поколения нашей страны. Крыши нету над головой. Рожают детей, по трое детей, ютятся на дачах все. Никакого государства, ничего нет. А эти течения обещают им что? Райская жизнь. Вот этим они и идеология у них вот такая. И молодые люди верят им, потому что верить не в кого. Ни в чиновников, ни в государство. Вот это и происходит. Какая идеология может заместить вот эту веру в течение, которое обещают рай где-то за гробной жизнью? Во что человек должен верить? Конечно, понятно тоже. Государство, допустим, тоже строит дома, открываются новые, допустим, предприятия и так далее. В этом плане работа ведется. Теперь, что касается вообще идеологии. Но есть такой факт. Только из Карагандинской области в прошлом году уехало 40 человек воевать в Сирию. То есть они уехали. И когда делали анализ по этому случаю, оказалось, среди них есть представители бизнес-класса. То есть бизнесмены, предприниматели. То есть это не обязательно социальные проблемы? Да, это не обязательно. То есть уже есть конкретный анализ. И когда встречались с этими ребятами молодыми, они сказали, что это касается идеологии. Мы уехали в джихад, и мы не вернемся. То есть даже когда они на границе встретились со своими родителями, они сказали, можете уехать домой, мы не вернемся. То есть это тоже интересный анализ. Конечно, конечно. Это показывает, что это не только от социальной жизни зависит. Это душа человека. Допустим, у человека может быть деньги, ему может не хватать, допустим, духовной жизни. И что интересно, как показывает практика, допустим, многие родители, они думали, допустим, когда их ребенок читал намаз, они думали, что раз читает намаз, он не пьет, он не курит хорошо. А на самом деле они не уследили, в каком направлении находятся. Теперь простой пример. Когда мы отдаем своих детей детские сады в школу, мы же спрашиваем учителей, как учатся, какие оценки получают. А родители, когда, допустим, их дети ходят, допустим, в церковь или мечеть, они не интересуются. В этом и тоже проблема. Мы тоже должны признаться. Хорошо, у нас есть еще телефонный звоночек. Давайте предоставим телезрителям как можно больше возможностей пообщаться с вами. Говорите вы на частоту. Алло. Да, да. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Я хотела задать вопрос вашему гостю. Вот сейчас уже неоднократно поднимался вопрос молодых людей. Мне интересуется позиция работников мечети конкретно, да, по поводу тех, кто ходит в черном, именно девушки. Наверняка они ходят намаз читать. Наверняка по их положению, в отличие от нас, которые намаз не читают, есть какие-то каноны. Тогда почему им не могут объяснить, что черная одежда с головы давно входит до перчаток, никогда не было в традиции казахского народа. Да, интересно, вы проводите ли вы какую-то работу с священнослужителями, чтобы они работали со своими? Конечно, мы вот тесно работаем с представителями духовного управления мусульман Казахстана, с представителями православной церкви, постоянно встречаемся, обсуждаем. Кроме того, в нашем управлении есть свои теологи, которые закончили тоже исламские религиозные университеты. То есть работа ведется. Теперь, как вообще объясняют представители думок? Допустим, я понимаю наших граждан, они говорят, почему они пустят их в мечеть и так далее. А согласно религии, традиционной религии, представители думок не имеют права не пускать мусульман в мечеть. Это считается домом Аллаха для них. Поэтому они в основном ведут такие беседы в плане объяснения. То есть объясняют, допустим, мы сами тоже объясняем свою историю. Есть множество учебников. Даже в этом году было выделено с областного бюджета финансовые средства. Мы купили 46 тысяч книг. Были распространены среди населения. Раньше, в прошлом году мы говорили, вот не хватает книг, из-за этого у нас проблемы. Сейчас мы уже раздаем книги на бесплатной основе. И это очень замечательно. У нас есть буквально полторы минуты. Давайте еще успеем ответить на один вопрос и будем завершать нашу программу. Пожалуйста, говорите в эфире, как можно лаконичнее, постарайтесь. Алло. Да, да. Алло, Роман. Да, слушаю вас. Роман Капнеев. Роман, я от имени Совета Царей Шмидтихи. Вы однобоко подходите к вопросу, мне кажется. Почему? Потому что вот, значит, тот, кто теолог выступает, я фамилию не взглядел, только что зашел домой. Значит, Совет Ахзакалов, он немножко на них бросает, как говорится, камень. Совет Ахзакалов встречается с людьми и в том числе с молодежью, с ними мы говорим. Но однобоку подходить нельзя. Боль души Ахзакала, который видит, что происходит и хочет исправить ситуацию. При областной мечети есть у нас Совет Ахзакалов. Мы с ними тесно работаем. Я имел в виду, допустим, во всех поселках, районах и так далее. То есть это сравнилось с Южным Казахстаном. Я не говорю, что у нас вообще нет такого. Просто я обращаюсь ко всем Ахзакалам в поддержку Совета Ахзакалов, чтобы они поддержали нашего Совета Ахзакалов. В этом плане, конечно, был разговор. То, что полностью отрицать, что у нас нет Совета Ахзакалов. Наоборот, у нас с этого года уже хорошо ведется данная работа. Я обращаюсь ко всем Ахзакалам, которые находятся 500-600 километров отсюда. Чтобы, допустим, услышал меня. То есть стоит обратить внимание, какие молитвы и к какому богу обращается ваш родственник, прежде чем закрывать на это глаза. Я поблагодарю нашего гостя Саилбека Гизатова, который является руководителем отдела областного управления по делам религии за то, что на чистоту ответил на все наши вопросы. Встретимся в следующий четверг в программе «На чистоту». Всего вам самого доброго. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр»